Добрый день, дорогие друзья! С вами Серафима Морозова. Я представляю наш канал Здорово с нами. И сейчас я бы хотела поговорить о такой проблеме, которая часто бывает у женщин после операции, бывает после лапароскопии, бывает после... Ну, даже на фоне просто заболеваний может быть спайки внутренние. И вот я бы хотела про них сейчас поговорить. Я помню, мне вырезали аппендицит. Это был 90... Нет, 82-й год. Да, 83-й год. Это была в Ульянске, как раз больница скорой помощи. И тогда, когда мне вырезали, я работала на заводе, и меня посылали, прям отслеживали, вызывали, если я вдруг не приходила, на физиотерапию. Была профилактика спаек, она так и называлась. То есть... Сейчас не помню, как это правильно. Противоспаечная терапия, что ли. Короче, я ходила на ультра... Не на ультразвука, которая не была. Я ходила на электрофорез, и кололи мне какие-то еще уколы. По-моему, алоэ, стекловидное тело и лидаза. Вот что-то из этого было. То есть мне было 18 лет, но переживали, чтобы я все-таки потом могла выйти замуж, родить детей. И обязательно была противоспаечная терапия. Ко мне приходила девочка, которая делала лапароскопию. Я не знала об этом, просто я ей делала рестеральный массаж живота, и наживаю точки, а у нее так звучит необычно. Живот гладкий, чистый, шрамов нет, а звучит. Я говорю, слушай, у тебя так звучит, как у тебя спайки. Тебе еще операцию делали? Она говорит, да, мне вырезали аппендицит. Я говорю, да ты что, а где? Она говорит, ну, через пупок. Нет уже швов, не видно. Я говорю, да ты что? Я говорю, а ей 14 лет. Я говорю, а как ты собираешься выходить замуж, рожать? А что, говорит, это как-то влияет? Я говорю, конечно, это влияет, потому что спайки – это всегда плохо. Вот представьте колготки, да, затяжка, или представьте тюль. И затянута ткань, и она параллельно все вокруг ткани тянет. То есть это и фасциальные, и все фасции, и все-все-все. То есть спайки – это всегда плохо. И поэтому нужно делать профилактику спайк, особенно если это свежие спайки. Сейчас я вам дам рецепт. Значит, что нам нужно для этого? Ну, вообще, по-хорошему, надо бы пить 3 недели по 1 столовую ложку спиртовой настойки боровой матки. Разбавляем в небольшом количестве воды и пьем до еды за полчаса 3 раза в день 3 недели. Это значит пить. Настойка спиртовая боровой матки. Боровая матка – это такое растение. И параллельно мы делаем обязательно спринцевание. Спринцевание тоже у нас здесь такой состав. Значит, мы берем по 1 чайной ложке боровая матка, чистотел, цветы ромашки, цветы пижмы. То есть 4 препарата они у вас должны быть. Заваривайте в 2 стаканах кипятка. Заварили. Поставили в эту вот кастрюльку, да, на другую кастрюльку водяная баня. На водяной бане это все покипятили 10 минут. Обязательно дали настояться час. Остудилось. Процедили. Добавили 1 четвертую или на кончике ножа соду туда. Но соду добавляем прям непосредственно перед употреблением. Раствор этот не хранится. И спринцуемся. Не храним этот раствор. Каждый раз его нужно делать свежим. И особенно если вы добавляете соду. То есть соды вообще не хранить. Он теряет свои полезные свойства. Вот такой вот простой рецепт. Вы будете им пользоваться. И у вас не будет спаек. Чем раньше вы начнете это делать после операции. Или после каких-то вот шрамов, которые у вас появились после операции. Тем быстрее у вас все пройдет. И не будет спаек. Ну и дополнительно, конечно, можно делать и хиджаму. Очень хорошо делать пиявки. Очень хорошо работать с нервными окончаниями. Если есть какие-то проблемы, это у нас апитерапия. То есть пчелы. Ну это все в комплексе. То есть здесь нужен специалист. А здесь вам никто не нужен. Вы покупаете травы, пьете и делаете спринцевание. Будьте здоровы. Спасибо.